все надеюсь у меня все хорошо сейчас заработает потому что до этого попытался провести прямой эфир и что-то глюч вообще все наверно так тупил просто сам инстаграм добрый вечер всем все сми которые мимо и затрачивают телефон не делать этого этого это бесполезно я не буду вам ничего говорить потому что я вас всех практически ну презираю я презираю все сми которые вместо того чтобы написать как есть или подождать или выждать и написать хороший материал как есть пишут полную херню сегодня произошло горе сегодня погибло два очень хороших парня к тузовском проспекте которые за много-много лет у него с огромное количество жизни за того что там в том числе нет раздела один из этих парней мне был достаточно близок его зовут саид это очень хороший парень один из максимально воспитанных культурных я бы даже сказал где-то дипломатичных дагестанцев хорошо с ним общался очень уважал за его труд он участвовал у меня в фильме про чип-тюнинг тюнинг в россии за крайне 15 лет он помогал там нам различные просьбы есть я супер близко с ним не дружил и не общался сми писали сегодня следующее сначала что он кого-то обгонял по встречной полосе и попал в дтп он как выяснилось никого не обгонял по встречной полосе потому что он с кем-то устроил шашки и погиб погибли они ну значит я подождал посмотрел на видео как и вы все в телеграм-каналах что я могу сказать если вы пересмотрите внимательно мой тест-драйв который я сделал по поводу бмм4 там есть такое достаточно короткий отрывок которыми я говорю что эта машина крайне опасно что мне машины это м4 не понравилось и что если эта машина резко выставиться боком просто за то что вы газу дали вы можете успеть и может не успеть можете посмотреть и вы это как бы все увидеть слава богу что никто не погиб из тех куда прилетела машина с аидами с аидом там вроде бы как бы пока все живы-здоровы машина пострадали что я могу вам сказать как эксперт по этому дтп я сам машину не видел но я по большей части думаю что ну я на 90 процентов уверен что там была летняя резина причем летняя резина была та которую прям ну пуду били она убитая саид очень хорошо управлял автомобилем саид не был замечен вот я например несколько раз с ним ездил я прям такого безумного беспредела то есть для многих беспредел когда просто колеса прокручиваются идет дым но на самом деле в управлении автомобилем даже в дрифте реально есть беспредельные ребята они сейчас в сочи все живут а есть ребята которые как бы ну достаточно с умом все делают саид не был замечен в каком-то лютом беспределе он не пытался сделать там на кутузовском или еще где-то там 360 на скорости и так далее когда мы делали какие-то замеры мы делали тест-драйв с porsche и у нас был такой момент что мы с области приехали в город поменяли машину потом поехали опять в область это было летом мы не договариваясь ну я как бы не любитель в потоке с кем-то прыгать там прям вот типа вот прям именно там обогнать как-то или еще чем вообще это такая история знаешь что против меня когда ты не против меня и начинаются вот эти вот безумные гонки они могут закончиться очень плохо я всегда это говорил говорю и буду говорить и когда вы едете на при этом со своими знакомыми там или еще с ним да не пытайтесь обогнать жать вместе вот мы с аидом ездили он достаточно культурный водитель то есть да чуть быстрее потока но какие-то безумные вещи нет что я увидел на видео какая-то разница в превышении скоростного режима не скажу плюс там 10-15 километров в час да даже если 20 разница между потока это не 200 поверьте я думаю что его машину понесло в районе но камера еще проведу посмотрит там на скоростной режим я думаю скорость была не больше 110 на момент удара вы видите видео с видеорегистратора когда машина приезжает прилетает уже навстречу и бьется в машину которая находится в левой полосе момент удара я оцениваю километров 80 90 может быть даже ну от 70 до 90 километров в час в этот это вот при этой скорости машина ударилась в левой полосе от ту машину которая ехала в встречном направлении страшно это все так всегда и бывает заметьте все самые хорошие вещи в вашей жизни происходят спланировано новый год где рождение рождение ребенка свадьбы праздники вы все планируете наши жизни такие вещи как тюрьма убийство авария страшное заболевание горе какое-то в семье все приходит внезапно и сегодня такое внезапно пришло семью саида к близким друзьям и не только саиду от второго парня второй парень был очень умный я с ним лично не знаком я про него слышу очень много от саида и парень прям такое толковый очень умный разбирался в том числе в программировании взаимодействовал с саидом по чипу но кстати паштет знал этого парня вот и сегодня не погибли ну конечно большинство людей которые будут говорить вот не надо гонять знаете чем скажу да вы правы не надо гонять особенно на заднем приводе и особенно на лысой резине машина не такая высота была на погоду уже не так уже если летняя покрышка ножа дубине то первое что я всем хочу порекомендовать поменять резину на зиму не тяните вообще от этого никто не застрахован и всякий кто ездит по кутузовскому вы вообще не застрахован вы вообще не в безопасности вот я сам езжу каждый я просто смотрю я не особо любитель ездить левой полосе там я кстати за все время за всю историю даже когда сток камеры не было я никогда не ездил там особо по разделу вообще я просто ненавидел эту историю я просто понимал что там может произойти и даже сейчас я когда еду я стараюсь держаться правой полосы и очень внимательно смотрю прострел и вы видите на видео он просто момент прилетает эта машина и все бабушка какая-нибудь растеряется дедушка просто когда происходят такие яркие аварии там блогер какой-то или еще что-то конечно хейт конечно в этом твари вы там гоняете почему машина занесло на машине сто процентов была выключена система курсовой стабилизации это я вам точно говорю потому что при включенной системе курсовой стабилизации такого дтп не произойдет у бмв работают эти системы крайне быстро и крайне четко даже практически на лысой резине что вы понимали даже если будет в режиме мдм что такой режим мдм у бмв режим мдм это когда система отключается наполовину то есть она дает тебе чуть-чуть занести машину дает колеса пробуксовку но как только понимает что курсовой угол меняется она соответственно опять включается и машину стабилизирует в данном случае абсолютно точно я думаю что там просто было of of это значит полная система отключение системы курсовой стабилизации зачем так делают да все блогеры так делают когда хотят газу дать когда хотят выставить машину боком возможно он всегда на ней на этой выключенной системе ездил потому что я например когда на заднем приводе ездил на импять я шестьдесят я всегда только так ездил потому что бывают такие ситуации когда ты хочешь уйти от какой-то ситуации или куда-то прыгнуть или заскочить а ты нажимаешь газ а у тебя срабатывает система антизаноса и она не дает тебе ехать и ты можешь из-за этого как раз попасть в проблему возможно он делал также погибли два парня я позвонил друзьям с аидой сказали что хоронить его будут в дагестане не сказал когда сначала мне сказали что там машине находился еще один наш общий друг товарищ его зовут натан слава богу что он жив здоров его не было машин потому что сказали сначала типа там их было трое но вот эти вот фантазеры ебаные вот я посмотрел на машину на повреждение это конечно жесть это жесть и это произошло я думаю встречная машина шла 80 может быть 90 ну и соответственно эти боком шли вот считать суммарный удар поэтому был ли он пристегнут странно очень я не знаю спасло бы спасло бы их если бы они были пристегнуты я думаю в теории ну когда смотришь на машину я так понял саид был за рулем если он был пристегнут его точно не выкинула из машины и непонятно вот непонятно надо у экспертов узнавать у тех кто был непосредственно месте вообще потому что в машине это все точно зарегистрировано сто процентов я думаю следствие будет разбирать смотреть на какой скорости это произошло вот очень сложно сказать какие повреждения повреждения нужно понимать спасло бы то что был пристегнут как-то странно они вдвоем погибли почему сначала один потом другой тот кто сидел на пассажирском сиденье там удар сильнейший страшнейший удар возможно допуская что там выжить невозможно но со стороны водителя крайне сложно оценить но со стороны водителя там более-менее это целое но очень сильный удар крайне сильный удар вот потом я видел на видео что там непонятно как произошло вроде бы саида вытаскивали врачи или там мчс помогал вам вот то что я видел на ролике вытаскивали со стороны руля то есть получается он был в машине а вот второй парень почему-то лежал на асфальте возможно второй парень был на пристегнут не знаю детали на самом деле сути не меняет пристегиваться надо всегда вообще всегда запомните это пожалуйста раз и на всю жизнь вот всегда пристегивайтесь не важно даже если вы на парковке даже если 20 метров приезжаете вот я приучил себя очень много лет назад и я всегда пристегиваюсь я всем вам советую обязательно пристегиваться парня второго пытались спасти видел на видео что ему пытались запустить сердце но видимо не получилось кого винить какого вы будете он жил он получал искренне удовольствие от машин он радовался как ребенок он кайфовал он делал блоге он снимал видео он так и полюбил эту м4 будь она не ладно так стремился он советовался покупать я вроде я им 5 люблю он горта мне нравится м4 такой искренний парень таких редко средишь кого винить то что на кутузе не сделали раздел то него блять не сделают это трасса фсо трассы номер один они не сделают нам раздел там кучу людей уже погибло никто раздел не поставил же люди там простили ходили писали винить его за то что он был на лысой резине да он вроде умеет ездить но видите вот этого я всегда тоже боюсь и на старуху бывает пороха кто угодно может быть и в любой момент в любой момент и кто угодно также потерял своего друга товарища георгий это взадзов он сидел на пассажирском правда сиденье но видите там другая история он выпил и принципиально не сел за руль сел рядом за руль посадил друга и тот его намотал на стол машине поэтому я не знаю кого винить я не виню фсо не виню саиды не виню никого просто случай дорога плохая погода просто делать лучше значит на небесах так решили другого объяснения к сожалению мнения хотел поддержать всех родных и близких саида всех друзей для вас это огромная потеря это был действительно хороший парень хороший человек очень жалко что он больше нет многие конечно там будут говорить на хуха санит наху то наху все да можно тогда и по снегу блять не ходить по льду не ходить не ездите тогда вообще блять на машинах ездите на метро на автобусах безопасно на дорогах на дорогах всегда была и идет война всегда несмотря на то что объективно надо честно признаться гибдд делает все и вот в москве делают все для снижения аварийности максимально потому что в 2008 году я могу сказать за год погибала 35 тысяч человек а сейчас погибает 11 12 поверьте это серьезнейшая борьба ведется они делают что могут хорошо плохо они делают результаты видно полностью у тебя от дтп практически невозможно потому что нас очень много люди передвигаются на машинах на разных машинах на больших на маленьких да много чего происходит короче он такой не очень вечерок хотелось бы чтобы вот эта очередная ситуация и очередная смерть на дороге многим из вас казалось что жизнь можем потерять в секунду в одну секунду и и больше не будет саиды нет уже больше не чувствует ничего ему не больно ему не хочется уже никуда ехать его уже с нами нет берегите пожалуйста пристегивайтесь очень прошу не ебашьте вы по дорогам бля сука 90 процентов ездить не умеют вы ебывать а мне